Здравствуйте, с вами Алена Талаш, управляющая партнер компании Роско Консалтинг и Аудит. В России участились случаи перевода клиентами банков денег мошенникам. По данным Банка России, только за первый квартал этого года по мошенническим схемам было проведено 252 тысячи несанкционированных операций и похищено денежных средств у клиентов на сумму свыше 4,5 млрд. рублей. В связи с этим президентом России был подписан документ о внесении изменений в закон о национальной платежной системе. Следуя документу, чтобы свести к минимуму количество операций без согласия клиента, банки имеют право приостанавливать подозрительные транзакции на два дня. Как будет работать закон, и кто сможет вернуть деньги, мы подробно расскажем в нашем видео. Но прежде чем мы начнем, не забудьте сделать один простой шаг – нажать на кнопку подписки и на колокольчик. Будьте в курсе всех последних новостей и трендов, получайте полезные советы и аналитику, а главное – станьте экспертом, который всегда идет спереди. Как будет работать закон о возмещении банками на счета клиентов украденных денег? Новый закон вступит в силу ровно через один год со дня его подписания, то есть 24 июля 2024 года. В соответствии с ним финансовые организации должны будут к тому времени начать возмещать денежные средства, переведенные на счет мошенников клиенту, если перевод произошел без согласия клиента. В связи с этим банки будут тщательнее отслеживать и замораживать все подозрительные операции, предупреждать клиента о возможных рисках, чтобы не возмещать деньги за свой счет. Вот что сказал Вячеслав Володин об этой идее. Таким образом, если у банка возникнут сомнения в законности проводимой операции, он может приостановить ее выполнение. Для проверки получателя будет использоваться база данных Банка России. В ней собраны сведения о гражданах, которые обналичивают и выводят деньги путем мошенничества, то есть дроперах. Проводить проверку подозрительных транзакций будет как банк-отправитель, так и банк-получатель. Если перевод производится на счет, принадлежащий гражданину из базы дроперов, то операция приостанавливается на двухдневный срок – период охлаждения. Вот примерный план того, что будет делать банк в этот период. Во-первых, он остановит платеж. Второе. Затем уведомит клиента о возможности мошенничества и потере денег после совершения операции. Третье. После может даже заблокировать перевод денежных средств со счета клиента. Несмотря на то, что новый закон вступит в силу только через год, вы можете получить помощь уже сейчас. Компания «Роско» предлагает воспользоваться абонентским юридическим обслуживанием. Мы готовы консультировать вас по любым вопросам и предупреждать обо всех потенциальных опасностях заранее. Для получения помощи наших специалистов позвоните по номеру, указанному на сайте, или оставьте онлайн заявку через форуму обратной связи. Ловите промокод YouTubeRosco, по которому вы получите скидку на наши услуги 15%. Все контакты вы найдете в описании к этому видео. Какие последствия для клиента после возобновления перевода денег на мошеннический счет? Наличие информации о получателе платежа в базе данных дроперов – не единственный признак подозрительной платежной операции. Финансовые организации определяют подозрительные транзакции и по другим признакам. Подробнее об этом расскажет юрист компания «Роско» и Юлия Герасимова. Например, клиент банка совершал каждый месяц определенной операции, а этот перевод отличается от предыдущих следующими признаками. Необычная крупная сумма. Несколько переводов за короткий промежуток времени. Ранее неиспользуемое клиентом устройство. Деньги переводятся на счет, на который раньше не переводились транзакции. Иное место – отправки. Клиент за период охлаждения должен решить, будет ли он переводить деньги или откажется от своего намерения. Если после всех предупреждений банка о мошенниках клиент все-таки решил совершить перевод, в этом случае банк уже не несет ответственности за последствия такой операции. Как будет производиться возврат банками денег клиентам, пострадавшим от мошенничества? Банк будет обязан возместить ущерб клиенту, если были нарушены следующие требования нового закона. Первое. Перевод на подозрительный счет был произведен без проверки по базе данных Банка России. Второе. Не соблюден двухнедельный период охлаждения. И клиент не был уведомлен обо всех рисках в случае перевода денег на подозрительный счет. Третье. Клиента не поставили в известность, что платежная операция может быть произведена без его добровольного согласия. Четвертое. Клиент отправил уведомления об утечке данных или утере данных, но банк совершил транзакцию на мошеннический счет. После получения заявления от клиента финансовая организация должна будет возместить сумму, не подтвержденной операцией, через 30 календарных дней. Для возврата денег на счет клиента по трансграничному переводу предусмотрен срок в 60 календарных дней. Однако финансовая организация может не возвращать деньги, если будет доказано, что клиентам был нарушен порядок использования электронного средства платежа. Что изменится после вступления в силу закона о возврате денег банками клиентам, пострадавшим от мошенников? База финансовых мошенников ведется Банком России уже несколько лет. Вы можете узнать подробнее о том, какие мошеннические схемы, самые распространенные, перейдя по ссылке в правом верхнем углу. Смотрите и узнавайте больше для себя. Продолжим. С информацией, находящейся в базе, сверялся только банк-отправитель. После начала действия закона со сведениями о мошенниках должен будет сверяться и банк-получатель. Такие проверки значительно уменьшат количество подозрительных операций и помогут не только клиентам сберечь свои деньги, но и банкам сохранить свои активы. Ведь в случае, если по вине банка был произведен перевод денег на счета злоумышленников, финансовая организация обязана возместить ущерб клиенту за счет собственных средств. Раньше клиенту было проблематично доказать банку, что деньги были похищены злоумышленниками. Нужно было писать заявление в МВД, подавать иск в суд. После вступления в силу закона банк сам должен уведомить клиента о том, что транзакция производится на подозрительный счет и приостановить выполнение операции на два дня. За это время клиент может передумать и отменить перевод денег. Если за этот период клиент не изменил своего решения, платежная операция будет завершена. Но в этом случае банк уже нести ответственности и возмещать ущерб не будет. Подведу итоги. Новый закон вступит в силу ровно через один год со дня его подписания, то есть 24 июля 2024 года. В соответствии с ним банки будут возмещать деньги, переведенные на счета мошенников. Подозрительные транзакции будут проверяться как банком-отправителем, так и банком-получателем. Срок перевода из-за проверки может быть увеличен до двух дней. Таким образом, банк будет обязан возместить ущерб клиенту только если были нарушены определенные требования. Например, клиент не был уведомлен обо всех рисков в случае перевода денег на подозрительный счет или не была проведена проверка. Вот так. А если вы хотите быть в курсе всех изменений в законодательстве, то приглашаю вас перейти по ссылке на наш плейлист, где вы сможете найти множество интересных видео. И спасибо, что досмотрели это видео до конца. С вами была Алена Талаш. Если у вас остались вопросы прямо сейчас, пишите их в комментариях. Юристы нашей компании бесплатно ответят на них. Ну и конечно, подписывайтесь на наш канал. Будь в курсе. Будь с Роско. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова